Интересно, друзья, когда возникает зависимость? Именно это сегодня мы решили поставить в нашей полезной консультации во главу угла. Именно это, эти несколько слов, потому что закончились новогодние праздники, кто-то продолжает отдыхать до 15-го числа, школьники, например, не ходят, еще не посещают. Но это не их проблема, о которой мы сегодня будем говорить. Да, мы сегодня хотели бы поговорить про алкоголь. С одной стороны, это очень серьезная и бесконечно трагичная история. С другой стороны, хочется понять, а где эта грань, когда, например, либо человеку нужно уже обращаться к специалисту, либо знакомым, кто, возможно, подразевает, что что-то человек начинает перебарщивать. Вот в этом сегодня попробуем как-то разобраться. Да, друзья, когда возникает алкогольная зависимость, я понимаю, что с алкоголем, с алкоголизмом бороться бесполезно, особенно так недолго в прямом эфире, но тем не менее мы попытаемся. И сделаем это в присутствии и с участием нашего уважаемого гостя. Врач-психиатр, нарколог Игорь Александрович Лазарев. Игорь Александрович, добрый-добрый вечер. Добрый вечер. Судя по торжественному виду, праздники у вас прошли успешно. Праздники, да, в работе, в режиме. Сразу я немножко так приоткрою завесу того, о чем мы говорили до начала прямого эфира. Игорь Александрович, меня удивило. Вы сказали, что начиная со 2 января вы уже были на выездах, уже активно спасали людей. И для нас, ну, трезвенников, это удивительно. То есть действительно люди пьют и очень много, и аж вот до вызова врачей на дом. Нет, ну это не секрет, да. Если, например, вы возьмете просто банально в Яндекс.Вордстат, где есть статистика ключевых слов и запросы, там, вызов нарколога, или снять похмельный синдром, в январе ровно в 2 раза больше, чем в любой другой месяц. То есть к наркологам обращаются, ну, на мой взгляд, примерно в 2 раза больше, чем в любой другой месяц. То есть это сумасшедший ажиотаж. Люди, просто те, кто знают, что у них есть проблемы, например, неоднократно лечились, знают о том, что сами они не выйдут, если пьют несколько дней подряд. А какая-то, я прошу прощения, что я перебиваю, какая-то в основном возрастная категория... Молодёжь или наоборот? Нет, ну, обращаются за помощью-то любая возрастная, это не имеет значения. Да, просто обычно, вот если продолжить эту тему, более сознательно люди, конечно, они, ну, более зрелого возраста, там, 50 лет. То есть они уже знают свою историю жизни, но они знают, что у них проблемы, они знают, что если он 3 дня побьёт, он 3 дня ещё будет испытывать обстиненный синдром. В основном, в связи этих пациентов, я так полагаю, это люди с так называемой историей. У кого были, там, я не знаю, запои, кто уже страдал, кто уже учился. Люди с осознанностью, что у них это есть. Да, вот почувствовал такую тяжесть и недомогание, я не знаю, вдруг что-то уже стало казаться. Нет, есть и такие, и такие. Есть кто, у кого нет зависимости, но, например, в силу наших вот этих социальных традиций, которые в новогоднюю ночь переборщили, и, допустим, там, 1-го, 2-го числа, естественно, не похмелялись, как это делают люди с зависимостью, но просто чувствовали себя плохо. Поэтому тоже обращались за помощь, что здесь разношерстная такая публика. Давайте мы, мы не сказали, телефон, прямовый эфир, 635-85-72, всё как обычно. Звоните, дозванивайтесь, может быть, своим опытом вы поделитесь, как вы избавились. Может быть, кто-то сможет набрать номер телефона. Да, кстати, да, да, да. И также адрес польза.собака.тв. Ждём ваших писем, можно анонимных, будем отвечать на них. Игорь Александрович, вопрос такой, ведь зависимость бывает двух видов, психологическая и физическая, но между ними существует некая тонкая грань, то есть одна зависимость может переходить в другую. Вот мы можем разграничить эти зависимости, либо объединить их? Ну, это вот как раз ключевой момент, разделить их и понять, потому что мы разделяем там три стадии алкоголизма. Первая, вторая и третье, условно. На первой стадии ещё нет физического похмельного синдрома, то, что мы называем физическое зависимость, когда человек с утра трясутся руки, тревога, сердцебиение, потливость, давление, да, он выбивает небольшое количество алкоголя и все эти симптомы уходят. Таких случаев все знают, видели. Это уже однозначный симптом второй стадии алкоголизма. Ну, если есть похмельный синдром. Но вот первая, она более такая загадочная. Этого похмельного синдрома ещё нет. Но желание выпить, вот именно психологическое, да, не, уже ещё не с утреца, ещё не с утреца. Вообще иногда желание выпить, вот это здесь очень интересно и подробно. Это же таинственная стадия. Не иногда. На этой стадии формируется, что у нас называется, патологическое влечение алкоголя. То есть оно чем отличается, вот мы сейчас тоже обсуждали, от влечения, от жажды, например. Вот человек хочет пить, он выпивает воду. Воды, да. Уталяет свою жажду и всё, потребный, да. А с алкоголем совсем наоборот. Патологическое влечение при попадении алкоголя усиливается. То есть человек выпил там 100 грамм, знаете, сами поговорку, да, и продолжает, потому что ему хочется больше пить. Это совсем не желание. В этом кроется и основная такая подмена. Есть такой симптом легитимизации влечения. То есть человек начинает испытывать патологическое влечение. То есть он, допустим, ну, не собирался пить, там, у него нет праздника, дня рождения. Он просто шёл домой, да. Ну, где-то что-то в голове щёлка, он зашёл в магазин, там, взял пиво. Ну, и вот это всё он пытается назвать своим желанием. Хотя желания у него никого не было. Он не собирался, допустим, 10 минут назад это делать. Господи, как всё запутано. Ну, такое бывает, ну, бывает. То есть человек, да, называет это, что мне хотелось, там, все пьют и так далее. Поэтому здесь вот эта тонкая грань, когда появляется уже желание выпить вне социальных там каких-то моментов, да. Или, например, вот мы говорили, когда знает, что, например, человек садится на руль, рисковые такие моменты. Успеет, протрезвит, не успеет, но пьёт. Или, например, на работу, да, не хочется идти с полом. Смотрите, ведь бывают подобные ситуации, вот то, что вы описываете, когда, например, человек, в принципе, по жизни может не пить, но иногда вот что-то его на это, я не знаю, не сподвигает, но вот иногда хочется. Некоторым хочется по пятницам, да. Некоторым хочется в праздник действительно, и он готовится к этому как-то, ну, внутренне, естественно. Нет, это может быть, но праздник, да. Вот, затаривается. Вот, смотрите, вот так называемый пятничный синдром, если можно так условно его обозначить, вот когда люди в пятницу хотят после рабочей недели встретиться с друзьями в спорт. в клубе или каком-то спортбаре, да, или где-то там в ресторане, в кафе, они собираются, естественно, что-то выпивают. Вот что это означает? Вот это вот раз в неделю желание, потому что зачастую же в субботу, а кто-то и помнит себя в субботу, а кто-то и нет, но это происходит редко, не каждый день. Вот что это за синдромчик такой? Нет, здесь всё надо, опять же, эту муху отказать. Потому что есть такое понятие алкоголизм выходного дня, или там синдром, алкоголизм менеджера. Ну, есть, алкоголизм выходного дня. Ну, это как в песне Слепакова, каждую пятницу я, в неделю я, в неделю я, в неделю, потому что таких пациентов у меня много, да, которые работают, например, там, в приличных корпорациях, компаниях, и они где, ну, в силу вот этих обстоятельств не могут ни с похмелья прийти, ни с запаха, ни каких, да, но... Эти люди начинают пить в пятницу, как только выходят за порог своей корпорации, пьют всю субботу, да, пьют в воскресенье, и в воскресенье к вечеру обращаются за помощью, потому что испытывают... Ну, с утра им надо, опять же, на работу, да, и каждую неделю вот эти три дня... У тебя процентов вот таких людей, только то, что вы описываете, их вообще много, потому что, я не знаю, может быть, я в каких-то очень рафинированных условиях живу, существую, там, но вот у меня как-то вот нет людей, кто постоянно, например, вот пьет, и любит, и тянет, и большинство людей, о которых пишут, например, в интернете, вот по форумам сегодня, многих бы можно было бы записать в так называемый алкоголь, наверное, всех моих друзей, но так или иначе, они просто иногда что-то такое принимают, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну, здесь же есть понятие, там, это вот мы говорим уже о алкоголизме, есть понятие бытовое, там, пьянство, и это еще, которое предшествует алкоголизму, когда человек просто часто пьет, да, но не испытывает вот этого лечения, ну, в компании, грубо говоря, то есть он, там, не пьет один, не пьет вот в этих моментах рисковых, о которых мы говорили. Это одна ситуация, по праздникам это вообще может не иметь отношения к зависимости, потому что у нас есть четкие, алкогольная зависимость, это заболевание, психическое заболевание, которое имеет, там, свои критерии, свою диагностику, лечение и так далее. Поэтому отличать надо принципиально от людей, которые, не знаю, выпивают по праздникам или выпивают, там, раз в месяц и так далее, которые в остальное время вообще не испытывают никакой тяги к алкоголю, об этом не думают и, соответственно, живут спокойно. Ну, давайте напомним нашим зрителям, что они могут присоединиться к нашей беседе и поделиться своим опытом избавления от алкогольной зависимости или, наоборот, может быть, вам все говорят, что у вас есть проблемы, а вы думаете, что вроде и нет никакой зависимости, пожалуйста, высказывайтесь, это можно сделать по телефону 635-85-72. Я вот хотела спросить о ранних, о ранних, скажем так, о ранних, господи, о ранних стадиях алкоголизации. Дело в том, что сейчас это целая культура. В городе существует огромное количество очень красивых баров, стильных, молодежных, где я наблюдаю исключительно молодежные лица, компаний, девушек, молодых людей. Вот есть ли уже у вас такая статистика, вот эти вот люди, которые рано начали выпивать, неважно, каждый вечер заполнены эти бары, вот это может привести к алкоголизму, либо вы уже наблюдали таких, там, не знаю, может быть, ваших клиентов даже, к которым вы выезжали с капельницей? Нет, здесь, опять же, да, есть, это очень важно понимать и различать. Есть два типа алкоголизма, об этом надо сказать, алкоголизм, грубо говоря, А, и алкоголизм Б. То есть один тип отличается наследственной предрасположенностью. У таких пациентов часто, там, отец, дедушка, не знаю, там, разные родственники, страдали алкоголизмом, кто-то умер, там, в силу вот этого пристрастия. У них есть неблагоприятные, там, социальные факторы, поскольку это заболевание, ну, имеет много факторов. Биологические, это генетика, да, социальные, там, воспитание или какие-то обстоятельства социальные, психологические, опять же, там, очень четко это мы разбираем, там, отношения с матерью. Ну, не важно. И раннее начало характеризует, раннее начало и тяжелое течение заболевания. То есть такие люди начинают пить, ну, вот, по-моему, в 13 лет, 14, 15, то есть некоторые уже к 20 годам, там, испытывают тяжелый похмельный синдром, запои, там, да, по неделе, по 3-4 дня, ну, по-разному. Это не должно в таком возрасте. Поэтому, вот, возраст вхождения, есть такие у нас кризисы гормональные, да, ну, 18, там, лет подростковый кризис, подростковый, вот, потом, в среднего возраста, в эти кризисы всегда есть риск вхождения в болезнь. И вот подростки, например, с наследственной предрасположенностью, да, которые в этой группе, всегда же замечают, например, вот здесь, опять же, симптомы, эти мы сегодня разбираем, есть симптом опережения тоста, то есть, когда собирается компания, допустим, все выпили, один, да, это, да, это все признаки влечения к алкоголю. Один человек из компании быстренько подливает, давай, давай, между первой и второй, вот это все, да, остальные люди ждут, разговаривают, общаются. Синдром опережения тоста, эти урожайки, это все, да, ну, симптомы. И поэтому, на самом деле, в компании, вот, если, как бы, глаз намылен, всегда можно людей-то различить. То есть, одна девушка сидит там, смакует бокал вина на протяжении всего вечера, а кто-то уже там через 10 минут выпил, не знаю, полбутылки вис. Так что, это вот алкоголик, вот, вот мы уже ему можем сказать, остановись, Сеня. Сказать мы ему, там, что он алкоголик, конечно, не может. Сказать-то мы ему можем, да. Да, можем все. Вот, вопрос в том, что это повод задуматься, да, потому что, ну, если вот откровенно, у человека в лечении. И обычно он на этом не заканчивает, да, и компания разошлась, эти люди с склонностью к зависимости или уже страдающей алкоголизмом продолжили. То есть, в которой свадьба закончилась, а все и сидят. Ну, они остановиться не могут в силу того, что у них тяга. Хорошо, у нас тоже тяга, мы остановиться не можем, тяга немножко другая, прежде чем идем на рекламу, просто быстро зачитаю буквально два предложения, это письмо от нашего телезрителя. Валерий, Валерий прислал. Здравствуйте, я уже пятый год перед новогодними праздниками защиту ставлю. Так и легче, и экономно, так как на алкашку трачу много. Что за защиту, что за защиту, подожди. Кодирование. А, это уколы. Защита, это не домиком, это кодирование, да. Спасибо. Спасибо за письмо, за откровение. Спасибо за весьма. Перед рекламой поговорим сейчас по телефону, у нас есть звонки, понятно, что тема же вотрепещущая, и вы не могли остаться молчаливыми. Спасибо вам за вашу смелость дозваниваться. Добрый вечер. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Добрый вечер. Игорь. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Людмила, пять лет в браке, может, 52 года. Но в жизни, естественно, эта проблема стала в семье, и не раз. Были, конечно, запрыли, мы кодировались. Сейчас как бы нет такой острой проблемы, но раз в месяц, может быть, раз в два месяца, все равно тяга, зависимость остается. То есть, все равно покупает бутылку коньяка, и его до конца, пока ее не употребит, останавливает. В принципе, это не постоянно, иногда. Ну, то есть, это такими вспышками, да, то, что вы называете, да, где-то раз в два, в три месяца. Ну, периодами такими. Да, но дело в том, что он работает капитаном дальнего плывания, поэтому, если это проработает, то это очень плохо. Да, понятно, спасибо. Ну, помочь. То есть, эта зависимость, она, в принципе, не уходит. Там я и говорила, и пыталась. Все, что только я не пыталась, ничего не помогает. Спасибо. Аль, ну, да, про кодирование говорили. Хорошо, спасибо. То есть, что можно сделать в данном случае, вот в данном случае, как супругу может повлиять? Не самая тяжелая ситуация, с одной стороны, когда человек не пьет. Ну, стабильная. Ну, стабильная, тем более, что капитал не уплавляет. Вот эта ситуация показывает эти моменты очень важные. Во-первых, что алкоголизм, заболевание прогрессирующее и, по факту, неизлечимое. То есть, допустим, у меня вот была недавняя пациентка, у нее была ремиссия, 20 лет. То есть, ее когда-то там закодировали, не знаю, в далекие 90-е. Она бабушка причем, 70-летняя. И все забыли про это. Прошло 20 лет, здесь как-то случайно, ну, то есть, она полностью не пила. Ей попал алкоголь, и она ушла в запойном на месяц. То есть, месяц. Родственники были в шоке, потому что все забыли. Некоторые не знали там, внуки, да, про это. Ее перевезли уже, когда она там вышла, заново эту всю процедуру проходить. И она такая, ну, что вот сама не понимает, как такое, да. Хотя многие за 20 лет вообще забывают, это же огромный срок. Поэтому все может вернуться, если продолжить употреблять. Друзья, давайте прервемся на короткую рекламу, дабы у нас еще было время поговорить о том, о тех, кто каждый вечер и по бутылочке пивка, и что это такое, и насколько генетически имеется предрасположенность. 635-85-72, это телефон прямого эфира. А давайте после рекламы тест предоставим нашим телезрителям. Все, что ты захочешь после рекламы. Да, договорились. Марина Андреевна, вы любите Елагина? Если докажут, что убийство на почве ревности, ему светит 15 лет. Андрей Кивинов представляет. А мне завтра экзамен. СОБР. Тоже милиция? Да, но гораздо страшнее. Опережая выстрел. Руки вверх. От чуток в России березы флумят. По будням на телеканале Санкт-Петербург. С 12 по 21 января в КВЦ Евразия работает праздничная новоторжская ярмарка «За шубой». На новоторжской ярмарке прекрасный выбор норковых шуб. Это куртки, полупальто и пальто модного поперечного кроя, актуальных фасонов и цветов. Особенно популярны норковые шубы черного цвета. Вот такую длинную норковую шубу фабричного производства из цельных шкур норки на новоторжской ярмарке вы купите за 98 тысяч рублей. Если вы выбираете норковую шубу модного фасона, цвета или более сложную с точки зрения дизайна, пошива, конструкции, то цена будет 180 тысяч рублей. Только на новоторжской ярмарке вы купите норковые шубы «Зимос». Для производства этих шуб используется отборный мех норки. Выбирайте и покупайте лучшую шубу для себя на новоторжской ярмарке в КВЦ «Евразия» с 12 по 21 января. В магазинах «Спар» и «Семья» сосиски сливочные «Великолубский» 64 рубля. Чтобы экономить, возьмите привычку делать покупки в аптеках «Столички». День одной цены в Тессуре. Приятные цены на часть коллекции ткань. Ткани от лет Тессура на Большом проспекте Петроградской стороны, 86. Цирк на Фонтанке приглашает вас на новогоднее королевство волшебных зеркал. Год тен моды? Стильно и качественно не значит дорого. Скидка 50%. Это «Секонд-хенд Вова». Когда возникает алкогольная зависимость? Можете ли вы или мы, случаи разные бывают, разобраться самостоятельно, что зависимость уже существует и вам нужно останавливаться? На эти вопросы отвечает не только Андрей Зайцев, он просто сегодня очень активный, но также Игорь Александрович Лазарев, врач и психиатр-нарколог. Он сегодня у нас в прямом эфире, 635-85-72. Есть еще один звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер, как вас зовут? Алло, говорите. Алло, я должна говорить? Да, вы не то, что должны, хотите. Здравствуйте, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела спросить у уважаемого нарколога, вот у меня заболевание фиохромоцитома, и мне прописали фенозепам. А другие врачи говорят, что лучше выпить эспиртосодержащие лекарства, или там вот, ну, например, водку, там, тяпните пол, там, рюмки, и вам станет легче. Я боюсь стать алкоголиком, я никогда не пила. Понимаете, сердце у меня больное. Что мне лучше, фенозепам, либо остановиться на спиртосодержащие? Как вы, врач, посоветуете? Ну вот, кстати, какой вопрос. Я здесь прям могу широко, потому что это очень важный вопрос. Во-первых, касательно фенозепама и корвалола. Вот про корвалолы, прям, пару слов, это же очень важная тема. Люди подсаживаются на корвалол, потому что там содержится феноборбитал, на самом деле, сильнейшая, успокоительная, там, седативность, которая само по себе запрещена. Но в корвалоле оно присутствует. У меня куча пациентов, которые, пытаясь там, или снять похмелье и пересаживаются на корвалол, а вот прекращая его употреблять, там, в половине случаев, судорожные припадки, в общем, очень тяжелая сложность. Фенозепам тоже препарат, достаточно коварный. Пожилым людям его употреблять я не советую, потому что там бывает вместо успокоения, наоборот, возбуждение. То есть, и если его назначают, я, например, обычно это короткими курсами, там, максимум 10 дней, потому что к нему развиваются зависимости. Люди, которые потом перестают пить фенозепам, вообще не могут, там, например, спать, к примеру, кто длительно употребляет, сон может не восстановиться месяцами. Поэтому здесь надо выяснить. А советы про алкоголь, я, на самом деле, слышу от пациентов, что некоторые врачи советуют, но это, конечно, дикость. Это к разговору о судорасширяющих, да, там, рюмочка коньячку, там, все. Ну, понимаю, это, да. В каких ситуациях, ну, у нас же люди, все-таки, понимаете, многие страдают зависимостью, они это воспринимают, опять же, как оправдание, вот я говорил, легитимизация, оправдание своей тягивы. А мне врач советовал. Так вот, вот что нашей зрительнице-то? Нет, я думаю, ей надо обратиться, вот, феназепам, то есть, выяснить, обратиться к психиатрам. Она вот мнение второе, вот, хочет получить, то есть, дополнительное мнение. Одни врачи говорят одно, мы же очень часто пытаемся проверить. Я думаю, вот, на мой взгляд, надо и не феназепам, и не алкоголь. Слушай, секунду, а как же вот эти вот настойки, которые там, на травах и так далее, и так далее, которые, на них тоже можно подсесть, если в чай добавлять, ну, не каждый вечер, но через день, там, по ложке. Там незначительное количество, еще вот один вопрос. Это же не предлагается ей выпить стопа? Чем формируется зависимость? Вот я в прошлый раз... Нет, но она же упомянула, я извиняюсь, что вот такая дискуссия зашла, но наша телезрительница упомянула, что она, в принципе, не пьет, поэтому я думаю, что и не нужно начинать, даже в лечебных целях. А это ложка, это начал пить? Нет, это цель не лечебный. К любому веществу формируется зависимость. Зависимость, она характеризуется нарастанием доз. То есть, мы вот иногда спрашивают, Кофе зависимость, чай зависимость. Выпиваю там по вечерам. У тебя нарастает доза кофе? Нет, кофейная зависимость. Да, кофеиновые люди иногда по 20 чашек там крепкого кофе выпивают и засыпают, да. Так же самое с этим, то есть спиртосодержащим. Сначала это была ложечка, да, потому что если это на определенном времени одно и то же количество, это все-таки независимость. А так же с вином, вот, бокал вина, да. Но где-то он бокал, а через два месяца, я спрашиваю, уже там бутылка. И это, да, происходит незаметно. Человек этого не замечает. И поэтому с алкоголем, конечно, не советую. И феназипам, то же самое. Разобрались. Очень коротко. В интернете существует масса тестов, в скобочках называется, в кавычках, они и называются, пора ли завязывать. Вот сейчас я коротко зачитаю три вопроса. Остановись, телезритель. Вот вдумайся и ответь на этот вопрос. Да или нет. Вы вот сразу же после теста. Были ли у вас хоть раз проблемы... Я можно буду тоже отвечать. У тебя три вопроса. Были ли у вас хоть раз проблемы с законом в пьяном виде? Лишение прав за пьянство или ночевки в отрезвителе? Вот подумайте, как вы ответите. Второй вопрос. Случали... И вы, кстати, как ответили. Случались ли проблемы на работе из-за алкоголя? Снижение работоспособности, скандалы, прогулы? Как вы ответите на этот вопрос? Нет, у меня, у коллег, да. Нет. Бывало ли, что вы ради алкоголя пропускали важные встречи, мероприятия, поручения с начальством, поручения начальства, встречи с любимыми людьми? Опять? Да, нет. Вывод такой. Если вы хоть на один вопрос ответили да, значит, вы страдаете алкогольной зависимостью. Слушайте, вот насколько можно таким тестам доверять в интернете? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, а как, если человек вытащил из руля, а он не стоит на рогах? Нет, на самом деле, ну, вот эти тесты характеризуют наличие патологического влечения. Ну, да. То есть, у нас есть социальное, вот, например, снижение социального и количественного контроля, это одни из характеристик зависимости. Социальный контроль, это вот то, что вы описываете, работа, руль, там, и так далее. То есть, человек не контролирует себя в ситуациях. А количественно, это он не контролирует количество выпитого. То есть, это одна из характеристик. Ну, в совокупности, там, с еще, не знаю, с десятками можно поставить диагноз. Конечно, на основании, там, двух-трех вопросов не ставится диагноз. Ждет психический. Вы знаете, мы заявили перед рекламой о том, что про семейственные вот эти вот дела, да, про созависимость. И вот в эту же пришло еще и письмо. Татьяна, вот, позвольте зачитать. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что такое алкоголизм, болезнь ли это или распущенность, и как можно вывести человека из запоя в домашних условиях, так как к врачу он точно не пойдет. И как вести себя самим человеком в семье? Что для этого нужно делать? Ну, слушайте, это вот извечная проблема. Ну, вопрос очень широкий. Во-первых, ну, первая часть, конечно, это алкогольная зависимость от заболевания, признанный воз. Человек не хочет, это же в основном так и получается. Здесь вот сразу к созависимости. То есть, человек, который живет с алкоголиком, условно, или с страдающим алкогольной зависимостью, называется созависимым. То есть, он тоже пьет? Нет, он испытывает зависимость от родственника своего. Это человека, который пьет. Здесь психологический такой, вот есть треугольник, драматический треугольник. Здесь жертва, спасатель, там, преследователь, да, и они меняются местами. То есть, в силу определенных причин, ну, например, там, к примеру, у этой женщины тоже мог отец быть алкоголиком. Она получила такой жизненный сценарий. И такого выбрала мужчину. Да, она выбрала такого мужчину, и спасение вот его является смыслом ее жизни. И, например, когда там подходит вопрос с каким-то активным действием в лечении, она саботирует этот момент или дает ему сорваться. Потому что, ну, представьте, она же там, это было ее смыслом, она его лечила, водила там, кодировала там, еще что-то, да, выводила. И когда вот предлагают реальные какие-то, да, у них, например, или он перестает пить, у них могут отношения напрочь испортиться. И такие женщины провоцируют срыв. Хорошо, а что делать в таких ситуациях, когда человек не хочет никуда? Вот кто-то из близких хочет помочь? Нет, ну, принудительного лечения у нас в стране нет, это раз. То есть, имеется в виду просто там при запое, есть алкогольная делирия белая горячая, это уже психиатрически, там, да, заберут, психиатрическая больница. А так при запое, конечно, принудительного лечения нет. Это можно пытаться мотивировать пациента, то есть, ну, не угрожать и не пугать, потому что пугай бессмысленно человек его, а алкоголики так страдают тревожностью повышенной, и пугать его чем-то, он, заливает свою тревогу алкоголем на практике. Вот, можно объяснить, да, плюсы, минусы, то есть, если есть социально сдерживающие факторы, какие-то, что потеряет. Ну, это зависит от ситуации, потому что, на самом деле, в реальной ситуации всегда вот о простой зависимости я сказал, потому что у них, в семье, могут быть патологические отношения. Если какой-то третий человек, я такой участвовал, что там он и не соглашается, и все, и с женой конфликт, стоит поговорить уже с пациентом, его реально уговорить, потому что жена здесь была таким катализатором, и провоцировала, да, если ее научить правильно себя вести, то есть обращать внимание на жизнь своей жизнью, не жить с жизнью вот этого мужа, там, алкоголика. Хорошо, отчасти разобрались, хорошо. Игорь Александрович, есть у нас еще один звонок, я так понимаю, это история от телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, да. Здравствуйте, Игорь Александрович. У меня вот такой вопрос. У меня подруга, бывшая балетная, ей 74 года, регулярно употребляет алкоголь в течение 55 лет, при этом и в завтрак, и в обед, и в ужин, ну, по рюмке водки, скажем так. О! Вот. При этом она работает, 73 года, 74-й уже бегает по горам, живет в горах, как жайка. Вот это что такое? Описите мне, пожалуйста. Вы просите комментарии нашего специалиста. Да, да. Спасибо вам большое. Да, ну, вот... 73 года. Нет, все хорошо, в рюмка водки. Возрастной, ну, опять же, мы же говорили в самом начале о зависимости, что в зависимости она характеризует утраты контроля, нарастанием, да, толерантности, то есть доза алкоголя, она вырастает. И в некоторых ситуациях, у меня там был пациент, который выпивал в сутки 10 бутылок водки, представьте, да, сутки на фоне запоя. Нет, привыкание организма возникает, и человек там постепенно это формируется, и он может во время запоя, то есть день 10, в следующий день 10 бутылок. У нас просто 40 секунд, вот что, как мы... А если не нарастает, да, то есть у человека просто, ну, какой-то такой ритуал. 50 лет, 50 лет. Да, то есть это... Завтрак, обед и ужин. Независимость, это у многих людей вот такой взрослой группы, есть ритуал, там, выпивать, не знаю, рюмочку за обедом, и нет тяги, и нет зависимости. Но это алкоголизм? Это не алкоголизм. Но это независимость. 20 секунд. Все-таки излечиться можно, если приложить к этому усилию? Излечиться можно. Это как-то так грустно. Излечиться можно, и человек ушел из студии. Главное захотеть, и главное, наверное, еще более важно, чтобы родственники, ну, хотя бы читали информацию, как правильно себя вести с пациентами, как не провоцировать. Да, поддерживали. Спасибо большое. Как обращаться за помощь. Вынуждены подытожить. Игорь, мы вас благодарим. Игорь Лазарев, врач и психиатр, нарколог, сегодня отвечал на ваши вопросы. Спасибо большое. До следующего раза. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok